Всем здравствуйте! Старик Гиперборейский снова с вами, а также вместе с нами Инга и Йорн. А вы в курсе, что господин Кончаловский получил приз Каннского фестиваля за художественный фильм? И он был вдохновлен своей молодой женой Юлией Высоцкой, а Красный Принц вдохновляется только убийствами и задницей Сибилы. Я приветствую всех зрителей и подписчиков наших каналов. Ну, очевидно, вы тоже метите на какой-то приз какого-то фестиваля ящеров. На Теребоньканье ушек Сибилы. Какой ужас киперборейский. Да вы, однако, Теребонькать ушки мы будем, наверное, когда-нибудь потом, потому что перед нами, смотрите, тут лежит опять же мертвый ящер. Сознавайтесь, это уже вы ему на Теребонькали? В прошлой серии мы победили времена года. Да, ну и что? Ну это ж мы победили. Ну что, а куда мы сейчас идем? Что вы с этим ящером-то пристали к людям? Ну, лежит, лежит. Может, мы сейчас пойдем дальше? Пень еще. Мы идем в черные копии, потому что мы здесь всех победили. Да, давайте посмотрим, почему мы туда идем. Потому что у нас темные дела в черных копиях. Исследовать черные копии Паладина Божественного Орда просили нас проследить за белым магистром в черных копиях. Если народ никто не знает, то вот все вот эти вот задания, которые мы сейчас пересмотрели, все это надо или в Аркс, или на какой-то остров там идти, или еще куда-то. Поэтому у нас из всех, казалось бы, множественных заданий осталось, вот, скажем так, не так уж и много. Кстати, Альмира там всякая вот, кровавая луна, и в общем, мы решили пойти в эти черные копии. Также, опять же, туда фейну надо, вот ему там что-то надо в черных копиях. Так, к зверю там ничего не надо, да? Ну и все. Да, и этого освободителя там помочь вот этому товарищу Гвидейну, по-моему, тоже. А, это по Альмире, да? Вот в черных копиях, да? Не Альмира, альмира, да? Да, Альмира просила в черных копиях. Косу какую-то найти она хочет. А, и косу ей, да, ну в общем. Тарарам-дарам-дарам-дарам-дарам. Вот это. Все дороги идут. Ну и вот мы идем, значит, Сибила сюда приманила нас, говорит. Где-то здесь, говорит, черные копии, вот мы сюда приперлись, а тут лежит какой-то ящер. А Сибила, видимо, про него что-то знает и не хочет подходить и начинает мне тут. Да, я как-то очкову подходить. Так что идите. Кто у нас тут, там кто-то дойдет. Ну, Фейн тебя поддержит. Опа. Синевой снайд. Так, там несколько человек в невидимости. Так, а невидимость это дождь. А дождь это свиток, а свитки у нас есть. Светки дождя. И даже у гнома, по-моему, есть свиток дождя. Ага, вот. По крайней мере, три из них уже проявилось. А вот четвертого не видно. Так, этому чё? Так, 2106 магической. Ага. На тебе другу. Замерз. Так, у этого. То же самое. Ну, да, те, которые внизу, а вот наверху у него слабая физика. А, во, еще один проявился, смотри-ка. Ну, он убежал. Он спрятался. Черт, кого побрал. Так, Сибилла, давай что-то делать надо. Магическую сняли. У этих управок. У правок добивай, или как тебе удобнее. Да-да-да. Но все равно инкарнат это будет делать. Либо я инкарната сейчас тому наверх поставлю. Ты инкарнат призван их туда, а сама этих бей просто. У тебя же стрелы-то есть какие-то или чё-то? Ну, да-да. Или как лучше? Магическую сняли. Да, черт возьми, гиперборейский. Ну, все из-за вас. Из-за нас? Так, этот у нас физическое, да? Ну, все из-за нас. Мы-вы лоханулись. Зачем же вы кидали физическую эту самую? Всем у кого уже сбитомагическое броня. Давай, блин, подожги Сибиллу. Я специально кидал, чтобы вас спасать. А чего было больше? Ну, вот перед тобой стоит ящер, перед тобой, в котором можно тоже кидаться огнем. Тебе надо было туда бросить. Потому что я хочу тебя спасать. Я Сибиллу спасал. За приветности. Ну, чем же я буду вдохновляться, если он ее задницу сейчас у контрабута. Да, непростенький, я думаю, сейчас удел. В тем времена года были. Сейчас гноб вызовет эту свою кусачью подушку. Да как же, что к тебе добраться-то? А ты кем сейчас хочешь? Да, феяным я пытаюсь доскачать, а он тут гад в кустах, и его не достать никак. Ну, ты вот того лучше, которого по Сибиллу бил. В общем, дело твое, Фейн. Сейчас. А ходить будет сейчас вот этот верхний. Потом гном. Ага. Классический дар в спину. Убил. Смотри, у Фейн там вверх него может ударить. И вертит. И верхнему капут придет. Так, принц. Так, гном в смысле. Так, этому товарищу. Магическая броня, да. Так, это, 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 это. Ну, где-то еще не видимо бегает. Где моя, это? Где моя кусака? Сколько ему осталось, да? Не знаю, может кусаку-то и не призывать. Может мы его сразу прикончим, блин. так значит что такое добавляет отбавляет так это что такое так увечья на тролливали так начинато я помню сначала кровь а потом какую-то херню и вот там сразу трындец да но это тоже физическая атака правильно карабанске надо могить были все забывают стой стой мне нужно его тогда этой ледяным ветром херачит а я дата далась но просто то странно что некромантия это все-таки физическое шмяк сдохшим сдох о так тогда мне хватает кому физической брони 138 добавить физическое то вот никому не надо а если доспех мороза на сибиллу было бы неплохо а смотри заразу лупасит черного пелену призвал тварь 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 вся принципах не скакнет узнает тогда почем фунт лиха да отходи чё ты ты шипит что-то слушай а ты представляешь а после них трупов то не остается я думала на лутаемся огонь от людей бах плёточка плёточкой сибила знает что это все лично визг гиперборейский здесь есть красный принц и сибилла что-то на личности переводишь гиперборейский видите себя прилично в лице вашего красного принца я так не в лице я просто красный принц здесь вот это говорит а храборейский я его мысли озвучиваю так игровую роль так сказать это были настоящие убийцы из дома теней сущий пустяк для принца сказал ваш принц так и все таки что же в этом мертвом ящери как много там всего и хрена там ничего нету безобразие сибила приманила светила там нам что-то дальше есть на сервере рима не лоды какие-то заходы дороги каких широк широчен нет здесь кладбище кстати кладбище то вообще у нас с вами отдельная статья мы что вроде были там где на каком-то кладбище или где-то на это такой вот здесь вот мы рядом крутились мы все его обходим обходим пока же это мы обходим обходим если мы там вроде как были на смотри все черное все черное от зайти туда зайдем нет ну нет если мы туда зайдем мы сейчас новых квестов похватаем поэтому давайте все-таки в копия про отправился где а где куда уже где кто где мы не вижу я не вижу воодушевляющий задниц я просто другую сторону вот куда дальше от вас смотри сердечки от нее идут удушевлять ничего подошвали так здесь что то есть ну-ка нет открыть эту черноту мы же не будем ни с кем разговаривать дай-ка я сбегаю открою гост ну чё мы заходить то не будем есть но я быстренько раз и убегу ой что-то мы где-то нашли подожди вот по гост открылся целиком видишь не просто где-то что-то такое что типа как наш музыка музыка . музыка и дверь надо ломать вид ломать надо здесь статуй стоит у нет ну по гост не идем нет пошли куда мы шли в черный купе мы хотели идти все по просто главное что открылся лучше он не черный так вот и черная копия если смотреть на них сверху вот прям перед вами а мы там не были такой смотри кашу кто тут тут есть эти да кроме тебя винить никого значит так элис кросс ли кто 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 где-то не кросс ли а в домике кросс ли роза кросс ли стоят на коленках а магистр палач и магистр инквизитор видимо пытаются с ними сотворить слушай кросс ли так это по моему есть семья этого гвидейна по это сама помнишь говорила которого спасать надо подожди читаешь спасать так это просьба мира мира просить спросил рассказать для нее в чернокопе древнюю скрижал с ее помощью она сотворит косу избавительницу да не 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 только мира это хананг просила нас так темные дела сделка хананг у свободы отыскать лично на последнем издыхание хананг просил найти ученика гвидейна его видели в последний раз копьях нет никаких кисли какая разница к вис лишь мысли пошли где тут вход то я нашла окна то это пейзажик тут сидел художник и рисовал вы тут он у нас мертвый негр не идет играть баски там кричат да ну ладно идемте не будем заниматься художественно мне когда так а тут и так все просто он тут смотри какой-то еще домик тут так знаете что гиперборейский дайте к я сделал сохранку кстати не делал вот тут летает что это мне кажется или что это что-то рядом так я делаю сохранка яд к крыло исчадие магистр следопыт его долбит а мертвый обыватель лежит и лежит рядышком но тут все равно по идее как то наверно все таки по дороге на туда спуститься или как но наверное поэтому я сначала залезу в домик сюда и посмотрю а вдруг тут что-то есть ценно нет закрыта так как спускаться то как же туда спускаться если только сюда прыгнуть о подожди прыгнуть дорога должна быть так не бывает надо там просто найти дорогу да еще вот она она дорога как вот она дорога 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 сейчас я по ней пройду так вот она идет 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 вот какие то здесь вот дом да вот к дому таком вот надо идти куда тут суда вот к дому пошли но вокруг этого дома где мы сейчас стоим так а вот я нашел дом я к нему класс ну как придет не знаю хренью к откуда он там пойдет к их дома дома то знать больше за мной иди ты все как-то вообще в обход вот просто я уже дорогу вижу как идти и все это буду сейчас выискивать как он там пойдет так всяк придет он сохранка далось странно есть ли ты где ну да да и ту и ту собака есть кстати перед и перетереть и махаял все равно с ней уже набралась блок от нее или чего-то там зараза что-то еще там чесотку вот я от нее подхватила здесь уже с вами ходили на борт припасов какой-то вот этот здесь горит вот а наконец-то горит господи горит нам очень нужен горит монотонно трудится кивнуть на кучу земли в чем дело спросить все ли с ним в порядке он такой грюмый это совсем не похоже отойти не мешать кивут чем дело горит замирает потом медленно поворачиваться к вам его дыхание ровно и голос монотонный я копаю могилы для убитых родителей будь добр проявить уважение горит нов берется за лопату но его ритм сбивается он останавливается повисает ведущая тишина которую никто не решается нарушить извините вы вы не знали нет конечно не знал пробужденный я видел как кровь искателей проливается на песок шел по трупам на палубе сапожей мести но когда он тебя смотрит мертвые глаза твоей матери я просто не знал не знал какая тьма может ждет вас на поле боя теперь теперь знаю так протянуть руку чтобы его утешить так спросить кто бы мог это сделать а любимчики дали послушные чудовища делать свою грязную работу чтобы белым не приходилось пачкать свои белые одежды и так удобно так эти мерзкие зловонные твари до сих пор в доме чтобы все почистить явились паладины во имя люциана говорит они будто сами в это верят гарит резко отстраняется он бросает взгляд на незаконченные могилы и вздыхает задрожав я тот кто молится это была долгая нескончаемая молитва но сколько еще нужно просить сколько слез мне еще надо пролить сколько еще потерять чтобы боги услышали гарит силой вдыхает и смотрит прямо на вас прямо мимо вас настоящий неподалеку дом вы боитесь что лопата в руках сломается пополам так ученый так расспросить его подробнее он говорил каких-то там паладинах то они такие с качества лициана нет но с ним остались вы и искатели разделить его ярость пришло время мести да я бы разделил ученый посоветует принять успокоительную настойку как мы все разделяем но подожди 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 на что там за паладина такие важно знать какие паладина расспросить подробнее спросил ты меня вчера я бы сказал что во всем божественном ордене только они чего-то стоят я бы восхвалял их преданность погибшему лициану но сегодня сегодня я не знаю паладина сражались черным кругом под командованием лициана сейчас до них самый храбрый поступок повернуться к ордену спиной но вряд ли у них хватит на этот дух сказать что лициана нет но с ним остались вы и искатели у меня нет времени на пустые банальности особенно от высокомерного гада которого семеро избрали своим собственным любимчиком особенным любимчиком вы можете поклясться что слышите как стучит сердце гарри то он одно несется быстрее чем оседленный жеребец хотя на вашей памяти такого не случалось вы подозреваете что сердечная мышца вот-вот разорвется да господи гарри то если хочешь помочь что ступай узнай что за трус из белых приказал устроить эту резню а если кто-то станет между тобой и истины таким либо флагом он не шел и кому бы какому кредо бы не следовал пусть прольется кровь короче хочет он чтобы мы пошли так значит что тут убеждение интеллект телосложения заглянуть ему в глаза он погружается в безумие он должен отпустить свою злость успех его есть ой а ачивку рассказчик его сестры зубы сжимаются еще сильнее тогда горит не выдерживает его защита рассыпается на куски слезы блестят в глазах и каждым движением век жемчужины горя катится по щекам мои родители они не заслуживают такой судьбы они были добрыми честными куда более честным чем я сам я бы собственную жизнь отдал чтобы вернуть их я ведь так и так я ведь так и так не сказал просто раз что люблю так и и попрощался с ними ты прав здесь больше нечего же делать да просит на лице он я прошу тебя пробужденный прости меня и ты все на хрен владение силы истока так подожди сейчас он отойдет на могилках мы покопаемся а он по идее он пошел я сейчас проследила за ним он пошел на госпожу вместе отлично принц а почему они красные ну потому что вообще-то не хорошо конечно раскапывать могилы ну наверно можно карман новую вещь лопаты передает и передает зверь с помощью волшебных карман лин прайс последнее письмо гарри то матери про честь мамочка я очень скучаю здесь без вас папы но все же мне кажется что я поступаю правильно защищает нас всех я хотел написать вам чтобы предупредить чтобы случайно не случилось беды не доверяется ни одному магистру паладином можно она видишь а паладина получается его и предали так я просто думала что может быть здесь все таки не его родители так и из прайса так вот кинжал в нем 26 24 26 скрытности воровство нафи слушай а вот эти палатина которые тут стоят что-то еще вот надо вот сюда вот идти вот налево вот сюда вот налево идешь то есть мы вот просто пройдем мимо паладинов и не будем с ними разговаривать ничего да ну школе проходим мимо то не возвращаться что тут происходит два паладина который говорил горит стоит перед дверью скромный фермерский дом заметив ваше приближение не прекращает разговор вопросительно поворачивается к вам так что происходит мы охраняем дом лучше не подходи близко внутри несколько безмолвных монахов которые сегодня уже попробовали вкус крови там в доме уже есть убитые они никого не убивали это дело рук магистра которые им управляют ты же знаешь донну она и мухи не обидит и они превратили ее вот в это вот да превратили теперь это уже не донна ты не захочешь этого признать но мы должны упокоить этих бедняк с миром нет подожди должен быть способ может быть может быть это можно будет исправить когда закончится весь этот бред со стоком второй паладин закатывает глаза и утомленно качает голову он поворачивается к вам в любом случае это наше дело не твое держись подальше от двери с тобой все будет в порядке так может нам разобраться с безмолвным давай разбираться их ведь уже не вылечишь насколько я помню шагнуть вперед так мы разберемся что нет ты не можешь но видишь у этого джада у него там явно какая-то зазноба они они были люди которых любили нельзя просто убить их словно скотчем так но убеждение мое тут не прокатит наверно так интеллект по речь себя есть сказать чтоб он поразмыслил над этим чего бы хотела дону провал требует суждения от вали подруга ты что не видишь что он и без тебя расстраивается из-за дон на так углом давай сейчас подойдет попробую ты каком к правому левому подходила я к джаду подходила я не могу там же дон она была другом нашим другом так что происходит мы охраняем тролевали до превратили дальше шмальша сказать что мы разберемся нет нет ты не можешь так телосложения интеллекту гномы чё там у гнома интеллект в любом случае интеллект да 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 успех ты прав вот возьми ключ а мы уйдем тогда и делай что должно должно я не хочу видеть тону такой ты запомнишь его такой кой она была джад настоящий в один велим благодарно кивает вам бросает последний полный горе взгляд на дон паладин джад поворачивается шагает за своим товарищем эти броня паладина похоже как в скайриме откуда они взяли ну там в этом она аж в моде там а в мерси варморс в мерси варморс примерно что-то такое как прям один вадим да но броня такая красивая конечно на них ох ладно мы все они короче пошли так виде фей как от кого хотя тут же как бы у меня же ключ дал тебя ключу пошли пошли так подожди тут стоит безмолвный монах второй монах я еще монах они все называются монахами хотя есть даже ваши родственники здесь и гноми родственники есть потому что у них у всех утащили исток и их уже не вернуть без истока они же подожди ноешь вообще там даже и как бы к соплю перешибить можно или они прям колдуны какие я бог его знает книжки тут золото да 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 поэтому давайте так ну чё открываем поехали может быть они не будут кидаться я не знаю этот момент так я к ушастый пошел похоже это женщина превратили безмолвного монах безмолвный монах совсем недавно ее лицо еще носит на себя отпечатки былой красоты глаза которые смотрят на вас еще не стали угленно-черными как у других монахов а так вот может она есть дурка начинает дрожать дергаться женщина тянется к вам можно еще слишком далеко не слишком далеко ушла взять ее за руку убрать руку забрать ее жизнь оставить покоя взять рука холодная и гладкая как фарфоровые куклы дрожа словно отвергнув от движения она нежно гладит вам по ладони вас по ладони и заглядывает в глаза опять ее губы раскрываются свериться она что-то что-то прошептала помоги говорит она помоги но или убей меня или вы просто услышали что хотели в шепоте ветра убить ее помочь и сейчас все что вы можете сделать это оставить ее в покое высыпав ладони вы отступаете и оставляете женщину стоять и рука остается протянутый вперед она гладит воздух будто вы стоите рядом с ней конец диалога мой надо их убивать наверно или просто что-то здесь обшманывать так или можно же спонать или да давай шмонать там вот эти ландшафтики висят или может быть мы потом что-то можем сделать видишь там что-то был какой-то намек на то что можно потом что-то метла игрушечный меч потертый мишка сын против отца книга стихов книга ложка вилка нож для смотреть дед читать табли прочесть среди детских стежков книжки находится любопытная дразнилка который называет алис алисон такая была у нас да 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 тем более алиса алисон уже нет так это в товары значит так ну-ка себе ла давай-ка за прялку где у нас там пока происхождение люциана мы читали да я сразу в товар добавляю давай давай так себе ла чё прячь будет прясть у меня есть попробую по крайней мере так локон волос о нитки получили вот так вот а че там что я кружка тебе нужно до пустые кружки нужны миски не от окружки нужны это все что мы настригли с овцы один локон волос на катушку нитки флоу чего-чего на полу говорит ваш принц а зерно там рассыпалась он говорит рассыпалась зерно что это такое тут лежит удочка о себе лати подарок то есть опять вы какие-то там кости нашли не не лук 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 нашел лук ухты там просто его опознавать надо опознать неопознанный щит ну-ка себе а давай опознавай так сейчас а сундук чё сундук а где смог а чё ты его как-то сундук не увидал лучше а вот тоже сундук я здесь прошел не увидел фену надо наверное сломать открыто костлявыми пальцами там кувшинчик был господа и так говорит что мне что-то дал что надо опознать со много чего там кидал такси белка красный принц добрал картин катишь а вот щит ищет и лук там кидал и так 169 физика шанс на месте поставить блок и 116 магическая броня сопротивление земли ерунда продаю ты мне сразу его давая я товар красный принц и так перчатки опознать воровство очки здоровья так в продажу товара красный принц так лук щас опознаю ох да да ничего хорошего 12 уровень мы уже ушли далеко от того уровня по которому мы сейчас ходим так добавить товара дать красный принц хорошо сейчас мы всем здесь наваляем по идее должны тела на этих самых бедных лишенцев не трогай идем мы что-то с чех это калашматис пустая идем дальше так тут вот как раз вам работа смысле надо запрыгать и убить чудища давай так подожди-ка глазик кстати мы глазик не употребили там на могилах когда бегали дух магистра одну секундочку я со быстренько сюда сгоняю посмотрю если тут а у меня сохранилась а ты разговариваешь с духом магистра нет я попытался подойти поговорить и она сразу сохранилась и как говорят не разговаривать иди давай сначала ты там что-то хотелось нет я посмотрела дано нет духов родителей возвращайся назад я тогда пойду разговаривать давай давай возвращайся сначала вернулась еще не пустоты колдун призвал исчадие пустоты все в бою не пропускать их через мост и спектр на дисплести магистр мечом пытается обороняться от незримого исчадие пустоты поглотить исток и попрощаться и уйти зачем нам его исток нам нужно прыгнуть через мостик а тут два этих сама села по крайней мере магистр точно что так ну что будем проходить или все-таки станем в эту самую спрячемся так я сейчас это самое предлагаю заряжаться надо сделать вот так много правильно я подведу сибилу она сразу видно где что заканчивается какой-то еще на кабан то ли кто-то бегает слушай они сейчас перебьют их надо спасать скорее я вступаю бой остальных тогда подводить надо потихоньку так принцип башка такая торчит и хвост из бочки так ночью я значит гномом сейчас скачу туда вере никто до гном я скачу наверх сюда я фигу сейчас попробую ударить из засады так так я отравил меня такая но от этого до летит от этой фигни я докрылась так так теперь что мы делаем что вы делаете что хотите то и делать этого я сейчас буду атаковать гномом верхняя вода просто наверно тоже тогда наверно заскочу гнома под бачок так а гномом ты будешь атаковать магию до магического броню до 176 него магии но этим охлаждением короче буду херачить тогда я тоже магию разбиваю давай за нос а магистр слушай их бы это так финн все в смятку отлично это принцу надо вот туда скакнуть и плеткой вот эту всю эту шоблу здесь у работать что какие-то хрюкающие твари так а у них магия слабая как вообще конечно не удела так то есть я что не боятся они всего боятся конечно всего тронутый пустой кабан отлично горят некро пламя еще добавил ко всему он убил магистра нет иногда он послал или убил знаю как тебе понять он валяется же так его алин хотя нет вроде как шевелится еще до магистр следопыт у него еще половина здоровья есть это есть я могу его просто чем-нибудь равен обычный своей херню бросить сюда но это палец это которую тебя там есть так нам надо перетереть говорят нам сейчас я себе или косточку да подожди косточку нам надо перетереть говорю это надо в первую очередь делается потом обыскивать так здесь невыносимо воняет исчадиями пустоты и вы не можете отделаться от мысли что от мысли все это устроили колдуна истока как не прискорбно это призналась но временами думаю что магистры не так уж и не правы пытаясь положить конец исчадию использование истока исток побежать подобен жизни он другая сторона смерти чем скорее магистр это поймут тем лучше вот я так скажу использовать исток должны иметь право те немногие счастливцы кто достаточно умен для этого понятно себе а остальные как по мне можно и форт радость отправлять исток стал причиной всего этого но лишь исток способностью исправить магистры слеп и кивой вот это я скажу а ведь разрушение эти можно было предотвратить если бы колдуна истока проявили сдержанность возможно магистры не так уж не правы ты посмотри кофеин ты за магистров окей ренегат власовец твою а что гном твой мир не поучаствовал значит и гном не хотел надо было подвести его ну ладно так ну и чё так и что с магистрами где они ой какая вкусненькая ножка даже где магистры вкусненько а вот они так если магистр и благодарна вам за помощь что никак не отражается то это никак не отражается на ее мрачным перепачканном кровью лице иди своей дорогой так чем торгуешь подушкой так а с тобой треклятая живодерня благодарю за помощь он делает глоток воды из фляги потом окропляет руки перепачканной кровью сказать что вы всегда рады помочь спросить его ли это кровь спросить насколько здесь безопасно сейчас нигде не безопасно твари пустоты где угодно могут появиться послушай доброго совета иди отсюда так а ты вообще скажешь что здесь произошло тут прятался беглый колдун истока нашлись идиоты которые задумали ему помогать нас навели на это место но сдаваться по хорошему он не захотел ах елки исчезья пустоты появились все благодаря ему такая началась мясорубка уцелевших почти не осталось но кто выжил за помощь колдунам надо платить так слушай задумчиво за месяц у ничего этого не было бы если бы за колдунами столько не охотились как за бешенными собаками похоже сейчас мы с ними тоже будем драться подожди 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 что стой стой ну что там ты лишь сейчас я все на твере а потом будем драться подожди подожди я тебе нашел это гадость не-не-не-не-не-не-не на приколь яду хотел пешок ты сама взяла благ я сейчас сам возьму раз ты там все равно с ними на держи тебя сковородку она урон дает так я уже показывала даже как там да разве ты не помнишь так зачем возвращаться к тебе что ли ее можно держать как оружие так ну я с ними пока беседу задумчиво заметить что ничего этого не было бы если бы за колдунами а столько истока не охотились если до этого он и был благодарен за помощь в бою с счастьями пустоты сейчас его настроение резко меняется послушай доброго совета не говори больше ни слова ясно колдун на нас эту чему накликали они сами и все кто им помогают зачем-то все они получат по заслугам можешь к ним присоединиться если хочешь а нет так лучше закрой рот похоже вас надо убить хотя мне жалко такой дед вроде нормальный плюнуть ему в лицо и выхватить оружие спросить что он имеет ввиду когда говорят получили по заслугам не продолжать я ему плюю в лицо пусть ты не ладно она сама она просилась подожди поторговать у нас тобой ничего торговать конец диалога так сибила всех убил я готова говорить сибила и который вот у тебя под носом вот его и бей ну так еще до него не дошел до меня еще потом гном будет ходить а это матче сам последний гном будет колдует колдует зря может мы конечно объем но нефиг было выпендриваться и заходишь я буду потом лазером бить этого нижнего и достанется иди лучше он кого-то другого а не все смотри он как сам сюда пришел гному ну вот гном тебе карты вруча себе достанется так так себе лачу тебя дать ничего не надо битва магистра чем я его должен по вашему битта так ритуал исцеления так всеобщее охлаждение всем достанется лучше я того или того долбаню на нем нету магии так так этот замерз так что можно как говорится конец хода сделать вот 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 бедолага его сначала заморозили потом подожгли так что там у нас чего добивайся белкой добили куда полез зверюка фейн флакон с ядом ты в чем себя не отказывает мертвый обыватель так а что у нас тут духа спасали мы их спасали этих магистров дурацких слушай от этого змея пустоты осталось только покрыт его можно тоже опускать там ножка ручка ножка так а тут внутри о мертвый обыватель а вот и мертвый обыватель а вот и духи да скрюченный призрак женщины она зажимается берут ладони отчаянно пытаясь заглушить стону что-то привлекает ее внимание охвачена ужасом она падает на пол и захлебывается криком помогите кто-нибудь помоги все счастья и пустоты видишь они это не виноваты они вызвали так пошли дальше так это домичек мы или вы там уже все я домиком смотрела там книг набрал ложка тут похлебка тут кубок его все чего там успел то и набрал что вы там хихикали мне дали сковородку да не знаю дал я тебе или себе забрал ой смотри а тут этот дали а красному принцу тепло тепло ли тебе девица статую липкие черные от нефти вокруг повсюду виднеется капли слизи следы исчадий пустоты со ступней изваяния падают тяжелые маслянистые капли потянуться к изваянию вы складываете ладони лодочкой и подносить ногам стану нефт наполняет ваши руки переливается через край глядя в образовавшие озерцо вы видите бесконечно вечно и непроницаемо все переход короче говоря там куда-то так но иди там давай колдуем здесь еще эти лежат смотри сколько что кто эти подожди я я вижу да так тут просто все ферма перебили я могу спиритизм дать ну я сделала но здесь нету никого христианин пересядем на других кажется нет сам своим боевой мой пацан тоже самое сказал он есть смотри есть этот самый дух духу там сзади ну давай я пойду с ней поговорю перед вами признак дородной женщины средних лет она качает головой беззвучно споря с кем-то невидимым тихий звук привлекает ваше внимание металл по коже с таким звуком выходит из ножен клинок глаза призрака в панике округляются она скидывает руки защищаясь стоять и смотреть что будет дальше незримый клинок со свистом рассекает воздух и призрак падает на защищу груди раскрывается серебристая рана а кто же то тебя убил тогда явно и гигнулась женщина лежит на земле неподвижно в той же позе что ее смерть смертные остатки обалдеть то есть кто-то еще и нападает на на призраков ну как вообще очень странно которые там пытают килин килин как их там килин филин шмилин блин а куда они кстати чего уже все что ли у кого пытается ну я типа как как их фамилия сейчас мы что заходили они на коленях стояли мы туда пришли вот семья это так разве что то они нет здесь да здесь просто я не могу дома этого найти и она просто поверх ушли сверху видно было отсюда не видно так ну чё пошли дальше сейчас я соберу все пустые кружки ящики в обшарили в ящике вроде как обшарил а мертвого быка пока нет волосы и вон там еще курятом будет будет когда тварь целого дворец а магистр громила в ручье мешков с апельсинами давай набирай набирай вот здесь они вот здесь просто еще отсюда их не видно вот дом я нашел где они стояли на колени просто не видно предлагаю вот этого громил у тебя сибилы приманить шарик давай пошли это самое воевать кто говорил вообще хватит шариться я то что шарю в свое время а то начинается блин то смотри видишь там ходит до с воротами а на коленях стоят в этом домике это как на коленях вот есть по прямой так вот и вот этот магистр да вот вот и потом сразу там домик вот они здесь были просто отсюда издалека не видать а мы сверху откуда смотрели и там видно было похоже по крайней мере что это предлагаешь прямо через вот эти центральные ворота так и попереться а чего тогда как ты попрешься пошли пошли что они будут нас и дела в черных копиях подожди что-то обновилась если посмотрю так исследовать черные копии мы не нашли белых магистров зато наткнулись на вещание пустоты сли и следы бойни так а вот мы будем с ним дружить с громилой или вместе жить при парейски я пойду гному то с ним перетру внутри да потому что видишь что-то это надо действительно сохранить на всякий случай да я уже сохранилась этих людей убили что ну то же самое повторяет магистр громил я тебе добро поговорить знакомиться поворачивая валя отсюда или мы тебя прикончим как и этих выродков ну это магистры так упинает ближайший круг под ребра посмотрев на трупы валяющийся вокруг и спросить чем они служили такую смерть сказать что вам не прятаться не нужны вот так прогуляться зашли так чего это заслужили за все что они натворили еще не так надо было они же стояли на стороне колдунов и хорошие магистры погибли потому что они колдуна прятали этого наверно к винить пели он поводит рукой указывая на разрушение причиненным исчадьем пустоты они нас вынутили а куда деваться уже не хотим чтобы они дальше расползалась так пророчать что он может говорить что угодно на убийство ему с рук не сойдет и вы об этом позаботитесь да идиот а мог бы уйти спокойно конец диалога будет вот видишь вот они тоже ох ты с палками есть тоже сгоношились раз гоношились а там которые около домика так ну вот этого надо прямо убить сразу 132 у него до бьет гном гном тебя бьет так подожди гном жму дожди вот это херня гномовская подожди где она где на руки-ноги это физика ладно тогда взрыв служи на тебя на гадах вождение на тебя на тварь так и я думаю что гном как отсказать правильный пацан вот сюда скакнет ипс так и спила добивай года но усилились инкарната вызывание на этого а там туда потому что потом он будет ходить хотя доходить то потом будет он а если ты вызваешь инкарнат в инкарнат правильно давайте так этому вызову хотя хрен знает это не ходить будет там дальней какой-то фига этот пока цены будет ходить и скоро еще еще фейн будет ходить все будет ходить красный принц но они естественно уже папа подскочат жучи было хитро прыгнула куда-то но я куда видишь я наверх не допрыгнула так кофей ну я советовал сейчас скажу чем я фигу посоветую кому-нибудь там ножки за заплести чтобы он убежал сюда уже хотя фейн его не убьет же он он же не сможет убить инкарнат должен добивать если ты жива как ты можешь там даже вон на и так с этим все запрыгнула тварь такие нефтяные вышки бьют так принц дают и сейчас принц все сделает так дождь еще раз посмотрю сейчас у этой верхней 132 физика господи какие они огромные тут эти копии так принц я сейчас двоих сразу а да у тебя же есть не лазер у тебя опять же есть это ухи господи вы мне нельзя сейчас а у тебя не хватает мне ну хватит но это мне юс на как надо мне сначала надо взять морду а мышь ты я же одну очку потратил да мне на нее не хватит и на лазер мне в принципе тоже не хватит и лазером 2 я лазером сейчас двоих просто до цепану датар они плачут потом плачут которая в доме эти которые вы на коленях стоят прикал себя еще все лучше а их кого-то уже одного прибили или он уже был прибит и генрик кросли нет не был раз да вот этот мне хотя нет по моему был они или небо и помню я надо на записи смотреть ну ясно ладно давайте продолжать скрошить так у этого так чего не и тут такой тыс так на нее паука надо призывать правильно я верхнего 132 у них что у нас о веба побежал побежал себе любить но магистр ты и дурак как-то футком карната прискакал так промазал где-то что-то по нижним то не бьешь ты так ржут себе лошадка и смех у нее ужасный ну ладно уж какой есть сказал бы я у кого такой смех тут боюсь не поймете мы же говорим про себе ну а не про меня про себе его естественно ну это все на свой счет принимаете чуть-чуть не скажи то про зелье это интеллекта сразу что на тебе блин кого гномика посмел трудно так значит вот сейчас у меня смотрите мяч сколько ходов у меня значит я могу допустим взять спокойствие духа только не сожги пожалуйста этих пленных а как я так у меня всего-то сколько у меня четыре же да значит спокойствие духа 1 ну да и это хрень от 3 беру спокойствие духа эпидемия огня да 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 я поближний долбанул на всякий случай ну да на кого перейдет на того перейдет уже на 2 и хватило у нее еще не снялась магия совсем конечно ну так там магии было 574 конечно не снялась так инкарнат надо крошить этого все так кто сейчас ходит опять я так значит придется шаром или политшаром наверно я тебя долбану мадам так сколько осталось только только что не хватит шаром у шара большая большой радиус ничего серьезно это если я буду кидаться щитом так а будет опять по новой магии плетка нету плетки плетка есть но я не достаю так и возгорание сопротивление магическое броня так даже не достает она до этих зараза на карандах а сама возгорание у тебя есть так у меня есть возгорание есть слизи есть жар дракона дракона не хватает не достаю так прыгнуть могу к ней и шуба следующий раз если чего от них пить ну да ну давай да да сама подошла они пошли себе любить так чё там у тебя мадам магической брони не хватает сейчас эти устрою а слушай подожди еще же вот этот самый молчаливый наблюдатель его надо добивать москитами как честно быть да 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 не хватает на этого ну брось тогда жди подожди наносит элис из физического урона накладывание не учетом сопротивление будет физическое здесь ничего не хватает кому могущество поднять щит это можешь поднять только себе чтобы наверное сделает а потому что у тебя мало физической брони так сетка и надо пить ноги и договориться так все бюхана ну да такой принципов веселый гному полетел квас нет ну ты видит перед так слушай на рех крошли но вот не помню был он живой или не был но мы его не убивали это его сам собою они воздаваются самые схерачили слушать себе наверно какой у меня ядовитый этот самый инкарнат красавица смотри какой зеленый гном иди разговаривай с пленными их наверное отпустить надо потом уже нам глутаемся так ну кто-то старше элис кросс ли самый большой это этот отец семейства этот понимаю гэлфред брата на этом сестричка эти мам мамашка и донья скорее всего элис кросс летать я элис и к элису виду гномом трепаться элис кросс ли мальчик мой малыш развяжите меня скорее всего он был дохленький уже вот это тот перерезать оставить связанным слушать ну да можно играть за злодея конечно он скакивает готовый то ли сбежать то ли сражаться но не делать ни того ни другого смотрит по сторонам и начинает скрипывать кросс ли мальчик мой нет только не это он селится подавить слезы но они прорываются и текут размывая копоть на щека пошел к мальчику что-то там чего он там делает сюда на поле развязана он их развязывает так рукой пальчиками спасибо тебе незнакомка какая тебе незнакомка не уходи задержись еще говорит тетка они все это что-то колдует что ли там они плачут они плачут над этим над мальчиком погибшим ну что-то надо снимать дальше трепаться я попробую еще с этим попробую просли поговорить с элисом рыдание с отрица этого тела оставить и он есть горем ладно поговорю тогда с женой вот это толстенькая оскорбящая мать пытается выгнуться но слезы также струятся по лицу спасибо незнакомец она смаргивает слезы потом трет глаза тыльной стороной ладони стараясь выглядеть решительно о потерять ребенка любая мать этого боится больше всего я представить не могла спросить что здесь произошло сказать что были рады освободить ужаснуться что они собирались казнить детей у нее на глазах промолчать попрощаться уйти что здесь произошло это правда что сказали магистры сын моего брата виды вот она вот а это джек видом ждал этого зовут да 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 сын моего брата ага хорошо у него есть исток как родители умерли ближе нас у нее никого не осталось и он с нами жил вы думали что бережем его в нем нет ни капли зла нет он не может изменить то что он есть но когда пришли магистры он перепугался мы все перепугались она косится на труп магистра и ее пробирает друж еще одна слезинка катится по щеке надо было не подпустить не подпускать эту хана гвиду она сказала что может его учить а потом начались все проблемы отметить что гвидон не с ней куда он подевался напомните я пролитой крови стоили таких жирбезопасность племянника герой заявить что она смелая женщина раз сознательно пошла на такие жертвы прощаться уйти ну надо узнать где этот гвидейн так отмечу что гвидейн не с ней куда он подевался как только магистр упал видит сразу что он наделал даже не сопротивлялся когда они его тащили не знаю куда они его схватили понятно я уже потеряла сегодня больше чем в силах вынести валют семерым как бы не лишиться и его тоже сказать ей что вы поищите это гвидона правда какое счастье спасибо она снова выдавливает бледную лыжку многие мы если получится приведи его ко мне а этот гелфрид блин они критом казалось так ну все у нас сегодня все но давайте куда-нибудь встанем тут так что очень хорошо можно встать куда вы там решили встать на свете компашка какая веселая веселая тут наша музыка такая печальная игра я праву всем пуску практически на ноль и так что остается только одна приободряющая задница себе я даже кроме того кто из меня исток то весь выдал блин а это из-за того что я тут полно она сейчас это магистров поэтому я думаю что мы сможем пополнить ну чтож много уважаемые зрители подписчики на сегодня это все спасибо всем тем кто посмотрел до свидания и и пока пока пока